Всем приветики! Мы возвращаемся к вам с конкурсами от нашего любимого Каренчика на форуме. Конкурсы на форуме, Каренчик не на форуме. Ну, не важно. В общем, конкурс у нас космический футбол, ну, своеобразный, но все-таки. А комментировать его буду я, Сотников Ваня, и моя напарница Виктория Пламенная. Всем, ребята, привет! Рада, что сегодня, надеюсь, вы с нами, и вы нас будете слушать. Два слегка неадекватных, но прикольных, по своей сути, комментатора, которые будут с вами общаться, комментировать то, что происходит у нас на экранах. Ну, и постараемся отвечать на вопросы, которые вы будете нам задавать. Поэтому давайте проведем это время. Круто, весело и с пользой. Да, оператор у нас Achievement, Влад. Я надеюсь, что правильно прочитал. Я впервые прочитал этот ник на публике, поэтому я надеюсь, я его прочитал правильно. Ну и хорошо. Так, теперь можно нашего оператора замьютить. А, и можно представить составы. Так, я представлю красных. А за синих у нас сегодня играет довольно-таки всем знакомые ники. Ну, кто нас смотрит, они, конечно же, будут знакомы им. Это Я Король, это Гошик, Immortal Hero, Химера, Литвин, Мисс Эвил Фокс, 2008 Q, пусть он будет так, и Лайб. Ну, как-то так, я не знаю, правильно или нет. Либо. Ну, пусть, да, хорошо. Либо он на меня не обидится. Я надеюсь. Либо. Ой, я помню вот эту песню. Либо, либо. А там дальше Амора, Амора еще было. Да, хотела бы сказать, кто нас слушает, кто к нам присоединился. Я Ване предсказывала, что сегодня он исполнит песню в прямом эфире, да? Поэтому, Ваня, давай дерзай. Я только начало помню, дальше я не помню. Ви, Жена, хотят выгнать. Вообще, я, конечно, обычно даю название командам на этом конкурсе. Но тут очевидно, что победят красные. Я прям... Давайте, вот, я даже могу ставку сделать, чтобы победят красные. Просто за красных конфа, понимаете? Но наличие конфы, я тебе хочу сказать, еще не означает, еще не означает, да, то, что игроки выиграют этой команды. Поэтому не будем делать преждевременные выводы, а посмотрим все-таки, что будет происходить. Ну, ладно. Ну, я считаю, что победят красные, реально. Давайте, хорошо, я, если победят красные, разыграю 100 тысяч кристаллов. О, если проиграют красные, если проиграют, то я разыграю 100 тысяч кристаллов. Я надеюсь, что красные нас не смотрят. Ну, соответственно, вы поняли. А еще, а еще, есть такой момент, что нам осталось 129 подписчиков до 35 тысяч. Если вы их наберете, то мы разыграем 300 тысяч кристаллов, вроде, или нет? Я не помню. Возможно, это неправильная сумма. Или 35 тысяч. В общем, вам надо просто набрать до 35 тысяч подписчиков. Нам реально немного осталось. И мы точно что-то еще разыграем. Так, после боя. Будет промокоды. У нас начинается матч. Я не знаю, как их назвать. Пусть будет команда Гошика за красных. Ну, да, я имел в виду, что если проиграет синяя команда, вот эта, Димка из Рыбинска, вот эта вся, вот эта конфа. Давайте красные будут команда Гошика. А синие лимончики. Пусть они будут лимончики. Лимончики, да. Гошики против лимончиков. Я согласен. Да, вот моя команда это лимончики. А красная команда это команда Вани. Ну, я уверена, что наши победят. Вот, я за них держу кулачки, поэтому, ребята, давайте, не подведите. А, если 35 тысяч подписчиков у нас будет, мы разыграем 200 тысяч кристаллов. И за 300 зрителей мы разыграем 100 тысяч кристаллов. Но в этом футболе уже не поучаствуют, так как ссылка была одна и матч будет только один. Поэтому как-то так. Не, ну, тут, ну, конечно, посмотрим. Вот Хаммер пытается доехать, Хаммера убьют, Хаммера расстреливают. Гошик не подбирает флаг. Димка из Рыбинска вырывается, вот так же убивают. Кстати, Димка из Рыбинска это тот молодой или не очень человек, который... который в ТОП-32 вошел в ТОП-СОЛОГРОМИ, это неплохо. Ну, Лимончики, это, по-моему, очень крутое название. Лимончики, потому что кто придумал? Потому что я придумала, и в принципе, Синьи уже не против. Учитывая, что мы здесь тайно читаем их чат, они, да, они довольны, поэтому, ребята, давайте, дерзайте. Спасибо. Ребята из Синих не слышали, и они не будут подыгрывать красной команде. Лимоны вы чё вообще? Не лимоны, Ваня, а лимончики, поэтому не будем путать. Подожди, я... Мы лимончики. Я когда злой, я буду их называть лимонами. Ты чё? Ваня, какой повод злиться? Абсолютно никакого, всё отлично, всё прекрасно, всё хорошо, день замечательный. Настроение тоже прекрасное, поэтому давай, Ваня, бодрей. Ещё песни ты нам споёшь, ну. Какие песни? Не, пистоп, если я приеду в Краснодар комментировать, я там буду петь песни. А тут синяя команда специально сливает. Ах вы, редиски. Они лимончики, они редиски. Мм. Всё понятно. Блин. Я сломал систему, сломал конкурс. Нет, пока ещё ты ничего не сломал, всё, хорошо, всё. Прекрасно. Кристина Лященко. Ну... Промо-коды будут только после стрима, да. Да то есть, я сломал конкурс, они специально поддаются. Ну всё, ну всё. Бла, ну я разыграю 100 тысяч, если вот эти нубы на лимончиках проиграют. И, кстати, вам надо набрать 150 зрителей, и тогда мы разыграем усиленный промо-код с контейнерами или пяти золотыми ящиками внутри. Промо-коды будут после трансляции, не забывайте подписываться на нас. И, как я уже говорил, за 35 тысяч подписчиков у нас будет конкурс на 200 тысяч кристаллов. Ну ладно, 2-0, но команда лимончиков не хочет сдаваться, они прижимают фуку, скиллхром Армения влетает в ворота, его туда заталкивают, и все толкают Армению. Армению натолкает и жертву. Забивают лимончики голос, счёт становится 2-1, поэтому, ребята, давайте так держать. Думаю, они сейчас будут продолжать эти наступления, и твои... Команда Гошика, да, как ты их назвал, они всё-таки нам сдадутся, Вань. Я думаю, да, так и будет. Подожди, ну, так тебе, наоборот, надо болеть за команду Гошика, чтобы мои кристаллы ушли далеко и надолго. 3-1. 3-1, да, поэтому ребята скорее решатся сами за нас. Просто на интере приехал, поставил скиллхром Армению, пытается встать. Наконец-таки у него это получается. Мистер Влад спрашивает, как зовут комментаторов? Меня зовут Вика, Викуся и сотников Ваня, которые Ваня, Ванёк. То есть, ты Вика, Викуся, а я сотников Ваня, Ваня. Мне кажется, отличное распределение. Понял. Мне нравится, я довольна. Отлично просто, я очень рад. Как стать ютубером? Ну, как стать ютубером? Ты берёшь, значит, фигачишь видео по танкам и становишься ютубером. Ну, как стать ютубером? Но, но-но-но-но-но-но, нужно внести маленькую такую левту с моей стороны, как консультанта-модератора чата. Видео, которые вы будете записывать, должны быть не правилонарушающими, скажем так. Они должны быть интересными, содержать какой-нибудь интересный контент, то есть какие-нибудь прикольные, интересные ролики, как вы играете, или же дельные советы по игре, в принципе, мне кажется, будет очень интересно посмотреть. Хотя я бы даже посмотрела. Я бы вам посоветовал сделать канал «Давай поженимся в танках онлайн». Отлично. Отлично. Я клянусь, если кто сделает канал «Давай поженимся по танкам», я обещаю просто, я этому человеку миллион кристаллов закину. Если этот канал наберет три тысячи подписчиков. А мы с Ваней придем даже туда. Давай пять тысяч подписчиков. В качестве зрителей, Ваня, мы с тобой придем смотреть. Давай так, если канал «Давай поженимся!» наберет пять тысяч подписчиков, я этому человеку закину 1 миллион кристаллов. Это просто гениальный контент, я вам отвечаю. Вон только, ну давайте только это. Это серьезное, ребята, заявление. Главное, ну, понятное дело, не просто подписчиков вы должны набрать, вы должны снять как минимум 10 или 15, давай так, 20 эпизодов. Я не думаю, что кто-то этого сделает, но 20 эпизодов «Давай поженимся по танкам» вы снимаете, пять тысяч подписчиков и один лям-крип получаете. Я считаю, что это просто гениальный контент, на который мне просто лень тратить свои силы, но это будет топово. Хочу тебе рассказать маленькую историю, и вот ребятам, кто нас смотрит, кто с нами. Из опыта вот танковой жизни, да, скажем так, я знаю реально много игроков и помощники в том числе, но будем эти имена держать в таком маленьком секретике. Ребята, ребята, реально познакомитесь в танках, в нашей крутейшей игре, которую я безумно люблю, общаются, даже поженились, и сейчас их детишки вот, блин, я вот очень-очень-очень рады за них. Так что, любовь есть, ребята, влюбляйтесь, любите и кайфуйте от жизни. Сейчас все услышали, не будут подписываться, но давай поженимся под танк. Как стать наблюдателем? Нет, нет, онлайн рулетки запрещены, и это точно. И у меня они тоже под запретом, поэтому нет. Вот нормальный контент, должен быть нормальный контент, которого заслужили комьюнити танки онлайн, кстати, 3-3. Лимончики собрались, теперь они уже не редиски, они перевалили эту планку и стали кислими, желтыми и крепкими. Нет, мы лимончики не слушаем Ваню, потому что он такой вот, козявка такая. И поэтому, да, ребята, вперед-вперед, и мы выиграем. Я читала чат на стриме, ребята передавали мне привет, и всем привет, и всем рада, и... Давайте, рассказывайте, как у вас настроение, и как вообще прошел день. Рассказывайте, Вика, как у вас прошел день. Хаммер прожимает, кстати, вордрайп соло и будет ставить четвертый флаг. Лимон, давай, давай, хорошо, 4-3, мои кристаллы хотят остаться со мной. И Хаммер мне в этом помогает, отлично. Шок Ченнел. Шок Ченнел, ну как, когда? После трансляции, конечно же. После трансляции вам дадут промокод. Если, если ты выиграешь конкурс. Да, еще мы разыграем, как я уже говорил, 20... Ты стоишь подальше от арта. Что ты начинаешь? Он не так далеко. Хочу, чтобы вы меня слышали. Я, кстати, слушал запись, по-моему, не так все плохо. Да, за 35 тысяч подписчиков, если мы наберем сегодня, ну, в конце трансляции, то мы разыграем 200 тысяч кристаллов, да. Ну, лимонщики пока побеждают. Не делают, правда, счет они 5-3. Димка из Рыбинска слегка прилетел. Но скилл Фром Армения помогает ему и доставляет этот мяч. 5-3 делает счет. Я убил своего злейшего врага, которого я не убивал никогда. Ты убил своего таракана, что ли, я не понял? Подожди, подожди. Ты... Ты убил таракана у себя под кроватью, брат? Соберись. Ты не знаешь, что ты сделал. Ты не знаешь, что ты наделал. Смотри, я тебе дам совет. Ни в коем случае не убивай у себя в шкафу бабайку. Если ты убьешь бабайку, придет дед Бармалей, и так тебе вообще хана. Деда Бармалея вообще не грохнет. Да, неправда. Неправда. Глупости, это все глупости. Таракана убил, бабайку не трожь. Дед Бармалей накажет. Поэтому вы поняли. Конкурс называется «Космический футбол». Счет 5-3 в пользу лимончиков. Гошики пока не очень. Гошики, давайте! Гошик пишет. Гошик пишет. Вперед! Либо не стоит, сливаешь. Оверки всем не тупите. Литвин шарит в этой теме. А лимончики стремительно идут вперед. И я думаю, что сейчас будет 6-й гол забит. Но, нет, пока же еще нет. Команда Гошика подбирает мячик. И... Но нет. Лимончики его все-таки перехватывают. И забивают очередной 6-й гол. Кристаллики в моей копилке остаются. И сегодня... Ну, пока еще. К этой минуте так точно. Вообще, судя по всему, я не самый большой любитель разыгрывать кристаллы. Раз я никогда не выигрываю. Но, не важно. А, Кристина, я, кстати, не знаю. Вообще, было бы круто. Если бы... Ну, ты... А... Я и так это двинул подальше. Серега, игровая студия. Привет. Фак, я убил бабайку. Как от деда Бармалей избавиться, подскажи. Ну, все. Все, Габелла. Я не знаю, зачем ты это сделал. Это никакая не Габелла. Я не знаю, почему, но это слово меня всегда веселит. Габелла. Вот кто его вообще думал? Габелла. Габелла. Это... Да. Габелла играть. Надо научиться. Вань, а сколько Кристине лет? Я не знаю. Куда мне знать? Нет, подожди. Я говорил... Я говорил про канфу. Нет, стоп. Я говорил именно про канфу. Вот это вот. Димка из Рибинска, скилл хром Армении. Они... Они начинали, когда заходили за красных. Были. Потом был рестарт, и они стали синими. Я... Не надо. Я в начале стрима исправил себя. Пять минут остается до конца. Кстати, можно скинуть форму. Да, оператор наш сейчас ее скинет. Дополняйте, ребята, и выигрывайте промокоды. Кто такая бабайка? Ну... Как тебе сказать вообще? Это, короче, женщина. У нее такие черные волосы. А почему же это сразу женщина? Может быть, это мужчина? Подожди, бабайка живет... Ну, это история, в общем. Слушай. И все узнаешь. Вот реально. Слушайте историю, кто такой бабайка. Бабайка такая женщина. С длинными черными волосами. С сумочкой. И она постоянно ворчит. Ну, ты сделал то-то не то, то-то не то. И правильно покушал. Там тарелку не туда помыл. Да вот ее жена. Вот. А когда вы убиваете бабайку, приходит муж, дед Бармалей. А дед Бармалей, это вообще кошмар. Он вас заставляет работать. Заставляет что-то делать постоянно потом. Тяжелое. И, в общем, вы спите очень мало из-за этого. И вам становится плохо. Поэтому лучше бабайка. Здравствуйте. Ты какие-то, Ваня, рассказываешь. Поэтому не буду я тебя слушать. Не хочу. А вообще, изначально таракана лучше не убивать. Таракан самое безобидное существо у вас под кроватью. Лена, привет. Ты тебе тоже привет. Ставим я здесь чат. М4 счет. Гошики пытаются доехать до синебази. Литвин не туда поехал. Мог он поставить мяч. Миссис Элфокс пытается подобрать свертухи по Лимону. Лимон убивает. Надо что-то сделать с этим мячом. Там еще 2008 кью. Храч. Еще остался Литвин и Либо. Но все не умирают. Хаммер улетает. Там было слишком большое скопление синих игроков. И убить их было просто крайне сложно. Поэтому, увы. Но Лимончики снова собирают флаг. Подожди, они кидают мяч на Литвина. Да. Ну, Литвин умирает, поэтому... Да, да. Литвин умирает. Что-то я еще... А, да. Я хотел сказать, чтобы вы заполняли форму. Главное, вам надо подписаться. Если вы не подписаны, то вы даже если вы играете по форме и заполнить ее, вы все равно ничего не выиграете. Вика смотрит чатик? Конечно же, я смотрю чатик. Я читаю то, что вы пишете. Я отвечаю время от времени на вопросы и слушаю Ваню. Да, Вань. Я тебя слушаю. Это очень важно. Потому что некоторые истории, которые рассказываю я, вы больше нигде не услышите. Это правда. Это правда. Такой большой и наверху висят лампы большие, а на них такие сетки. Я знаю, это да. И вот однажды я самая пашная, наверное, ученись, я сбила эту вот сеточку, значит, вместе с этой лампой. И все полетело вниз, вместе с побелкой. В общем, кошмар. Но благо все обошлось. Так что ругали меня не сильно. Я помню, мы играли в футболу, я бахнул мячом по этому светильнику и сетка отвалилась. Потом она упала, а мяч остался там. Ну, а мы его потом палку какую-то нашли и дернули, а оттуда выбили. Так что все было хорошо. Надежда Горбачева, мы передаем тебе привет. Не переживай, мы тебе его передали. Привет, привет, привет. Сваков, да, мы тебя читаем. Елена. Все отлично, у Вани тоже вроде бы отлично. Игровой канал Макса тоже тебе привет, Елена. Жар, возможно, так тоже передаем тебе привет. Нет, Вика, ответь на вопрос, на какой карте будет идти ТОВСОЛОМОД. Ваня, я думаю, этот вопрос больше к тебе. Подожди, вопрос задан, отвечайте, попрошу. Нет, вот я не знаю, я не очень как-то отношусь к этой сфере, поэтому вот не знаю, прошу твоей помощи. А мне вопросов не задавали, я не буду отвечать. Но вообще, если вы заметили, то все ТОВСОЛО идут на одних и тех же картах до двух, поэтому... На карте зоны, скорее всего, любой будет в молоте. Так что это такое. 7-4, 16-7 до конца, Игл Фокс расколбасил, а мяч улетел. И на этой замечательной ноте мы будем заканчивать космический футбол. Филипп Яков, привет тебе. Ну и мы перейдем к розыгрышу про мяч.